В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Юрий Киселёв, директор конкурса «Мисс Студенчества». Здравствуйте. Здравствуйте. Конкурс в этом году пройдёт седьмой раз. Давайте вспомним вообще, с чего всё начиналось. Ну, как вы правильно сказали, конкурс пройдёт в седьмой раз. Уже семь лет мы делаем такое большое масштабное событие для всех, не только студентов, но и жителей города Рязани. И началось всё семь лет назад, когда это был простой конкурс, в котором соревновались студентки рязанских вузов, которые, может быть, заняли призовые места на своих студенческих конкурсах университета. И это было событие, где определяли лучшую студентку Рязанской области, которая потом участвовала в дальнейших конкурсах «Мисс Студенчества» по всей России. Вот. Или как по всей России, в главном федеральном конкурсе «Мисс Студенчества». Конкурс о таком режиме просуществовал четыре, наверное, года. И недавно, три конкурса назад, был такой большой перезапуск общей концепции конкурса. Тогдашним директором конкурса Никитой Астаховым было решено сделать мероприятие, на котором будут присутствовать не только студенты, но и жители города, чтобы это было масштабным, культурным, светским мероприятием, в котором приятно участвовать, приятно находиться. И, несмотря на то, что основной акцент всегда на девушках, попытаться сделать это не просто конкурсом «Мисс», не просто конкурсом красоты, но конкурсом таланта, конкурсом обаяния, конкурсом между университетами, чтобы все студенческое сообщество могло общаться внутри не только своего вуза, но и внутри других университетов, прийти на красивые мероприятия, красиво одетыми, поучаствовать в таком глобальном, светском, культурном событии. Ну и как результат забрать домой знакомство, забрать домой эмоции и прийти на это мероприятие в следующий раз. В этом году какими будут задания конкурсные для участниц? В этом году было решено оставить три самых основных, самых, как мы считаем, ярких задания, которые не будут отвлекать девушек от подготовки, на которых они могут сосредоточиться. Это, во-первых, самое яркое, это творческий номер, номер, который увидят зрители от каждой участницы в конце концертной шоу программы, где девушки постараются удивить зрителей, удивить своей группой поддержки, может быть, даже удивить себя своим талантом. Это может быть песенный талант, танцевальный талант, это может быть микс жанров. Здесь у девушек полная свобода творчества, они могут представить себя максимально выгодным образом и показать зрителю, показать Рязани, в чем они талантливы. Вот вы сказали про такую вот песню или танец, а могут участвовать другие студенты вуза, чтобы поддержать свою студентку? Да, конечно, более того, это даже приветствуется, потому что у каждой студентки есть большая группа поддержки. Конкурс идет не только на сцене, но и за кулисами, потому что девушки долгое время готовятся, чтобы продемонстрировать свои таланты самым лучшим образом. И каждую из них поддерживают их друзья, в каких-то случаях это их группа, в каких-то случаях это студенческий актив. Но это всегда такая большая команда, которая участвует в подготовке и которую мы, скорее всего, увидим на сцене. Насколько я помню, первые конкурсы всегда было голосование в интернете за приз зрительских симпатий. В этом году он будет? Да, в этом году мы оставляем эту добрую традицию. На сайте наших партнеров 62.info будет зрительское голосование, где каждый желающий, это может быть не только студент, но и обычный рязанец, обычный горожанин, может оставить свой голос за ту участницу, которая ему понравилась. Всегда очень сложно определить, какая же участница нравится больше всего, но для этого у нас есть, слава богу, соцсети, где мы весь этот месяц рассказываем о каждой участнице, где проходят небольшие конкурсные шуточные этапы в различных постах в соцсетях и где мы представляем девушек. Если интересно, может быть, зрителям канала узнать об участницах поподробнее, проголосовать, оставить свой голос именно за ту, за которую стоит болеть, то можно пойти в интернет, посмотреть информацию об участницах и выбрать самую-самую. А вы следите за тем, чтобы накрутки голосов не было? Да, это хороший вопрос. Такая проблема существует, но у наших партнеров работают очень профессиональные техники, которые могут отследить накрутки, и, как выяснилось, сделать это довольно легко. Накрутки бывают, но мы регулярно обнуляем счетчик той девушки, которая, может быть, скорее всего, девушки не знают об этих накрутках, скорее всего, это желание их друзей, их команды, может быть, это желание каких-то сторонних сил, мы не знаем. И девушки зачастую в своих соцсетях тоже говорят, что не стоит бороться нечестно, потому что мы все-таки здесь ради того, что победила, достойны. Поэтому не всегда девушки знают об этих накрутках, но мы знаем о них всегда и, конечно же, аннулируем голоса, которые были получены нечестным образом. Какие вообще требования к девушкам, которые участвуют в этом конкурсе? Требования простые. То есть основное требование, чтобы девушка смогла участвовать на мисс-студенчество федерального масштаба. На нашем конкурсе нет каких-то жестких критериев. Главное, чтобы эта девушка победила или заняла высокое место на конкурсе своего вуза. И дальше же вуз принимает решение, кто будет участвовать в конкурсе мисс-студенчество Рязанской области. А возраст участницы какой? Первый курс, второй? Участница должна быть студенткой очного отделения вуза. В данном случае возраст не так важен. В этом году какие вузы принимают участие? В этом году принимают все семь вузов Рязанской области. И также конкурс начался, когда в нашей области было восемь университетов. Несмотря на то, что Институт культуры сейчас переживает такой сложный для себя этап, тем не менее мы приняли решение, чтобы Алена, которая участвует в Институте культуры, раз уж она вступила в конкурс и начала участие, чтобы она также его закончила. Нам показалось это хорошим и правильным решением. Я знаю, что финал пройдет 21 ноября, но участницы, чтобы дойти до финала, какие задания они будут выполнять? Ну, главная их задача до финала – это, конечно же, подготовиться к финалу. На протяжении этого времени у них очень много репетиций. То есть они репетируют творческий номер. Вместе с нашим режиссером Екатериной Вишневской девушки репетируют разговорный конкурс, где они будут рассказывать о своем каком-то увлечении, постараются зажечь зрителей каким-то своим основным хобби. И девушки готовят общее шоу, то есть будет два дефиле, в которых они будут выходить на сцену. И несколько лет назад нам тоже было принято решение убрать из конкурсной программы дефиле, то есть не оценивать девушек за то, как они себя проявляют на сцене, просто переходя с точки на точку, грубо говоря. И хотя это остается большой частью шоу-программы, это всегда зрелищно, красиво, всегда очень много внимания этому уделяется, но, тем не менее, это часть шоу-программы, а не конкурс. И в нашем случае участницы соревнуются именно в таланте, именно в умении разговаривать, в умении вести за собой людей и, конечно же, в их оценках, в зачетных книжках. Но все-таки мы понимаем, что это конкурс красоты. Да, это конкурс красоты, но все-таки это не типичный конкурс красоты. Хотя это большая часть конкурса, это не главное. Главное – это девушка, главное – это личность, которой является каждая девушка, и только такая сильная личность, талантливая, творческая, может вести за собой студентов, может представлять свой вуз. Поэтому есть большие группы поддержки, все благодаря нашим участницам. Какие призы будут в этом году? Можно рассказать тайну немножко? В этом году тайны я, пожалуй, все раскрывать не буду, но скажу, что призы готовятся. Главный приз будет предоставлен нашим генеральным спонсором компании «Рельеф-центр». Что это будет? Сегодня была пресс-конференция, на которой мы сохранили это в секрете. К сожалению, эксклюзива не получится. Пока что, по нашей договоренности, мы сохраняем это в секрете. Плюс, оргкомитет конкурса целый месяц работает над тем, чтобы девушки не ушли домой с пустыми руками, чтобы каждая из них получила не только подарок, но и заслуженное внимание. Поэтому, несмотря на то, что конкурс такой крупный, масштабный, мы всегда хотим привлечь побольше спонсоров, побольше партнеров, чтобы призовой фонд наш был крупным, чтобы девушки получили действительно классные призы. Но это на самом деле не главное. Всегда в конкурсе есть компании, которые участвуют, которые являются партнерами, которые разделяют наше такое устремление сделать конкурс более светским, более культурным, таким светским событием для горожан и для студентов. И компании, которые хотят поучаствовать в красивом мероприятии, которое красиво оформлено, куда придут красивые люди. Компании мы всегда ждем, если кто-то вдруг посмотрит этот сюжет и захочет поучаствовать. Мы всегда рады бизнесу. Пожалуйста, напишите нам в любые соцсети, мы ответим. У девушек уже состояло знакомство, я так понимаю. У них уже прошла фотосессия, фотографии мы увидели. Как все прошло, расскажите. На самом деле с девушками нам повезло. Каждый год мы так говорим, и это абсолютная правда. Потому что девушки представляют, куда идут. Они победили в самом ВУЗе. И на фотосессии они проявили себя очень достойно. Они были позитивными, они улыбались. И вполне готовы представлять резонанское студенчество. Любая из них может это сделать. Они все очень хорошо разговаривают. Они все позитивно настроены. И если вы видели фотосессию на всякой остановке города Рязани, классно выглядит. Поэтому мы уверены в наших участницах. Они молодцы. Давайте расскажем про мероприятие, которое состоится 21 ноября. Каким в этом году будет финал? В этом году мы решили на финале не отходить от наших традиций. Мы решили сохранить основные части конкурса, которые, в общем-то, на протяжении этих нескольких лет стали форматом. У нас будет основное шоу программы на сцене. Это яркое шоу, где 8 девушек представят свои разговорные конкурсы и свои творческие номера. Кроме этого, мы планируем небольшую мини-вечеринку в холлах филармонии. Это тоже традиционное мероприятие. Что там будет происходить? Это красиво украшенные холлы, где будут присутствовать партнеры конкурса, где каждый зритель может прийти чуть пораньше, не в 7 часов, а, например, в половину седьмого, пройтись, прогуляться по красиво украшенным холлам, посмотреть на информационные плакаты, где будут изображены девушки, где будет написана о них информация. Зрители могут выбрать уже свою фаворитку, за кого болеть, если они вдруг еще не определились до этого времени. Они смогут даже взять кофе, насладиться атмосферой ожидания, поговорить об своих ожиданиях на конкурсе и после этого уже пройти на основное шоу. После основного шоу у нас откроется один холл филармонии, который будет украшен специально под такую небольшую вечеринку после всего шоу, автопаде, как мы ее называем. И на этом автопаде зрители смогут увидеть девушек уже после участия, поздравить победительницу, поздравить девушку, за которой они болели с победой в своей номинации, обсудить, насладиться атмосферой, потому что там также будут кофейные напитки, музыка, там будет приятно находиться, поэтому мы всех зрителей приглашаем на автопаде, которая будет происходить после основного шоу. Судить вообще сложно? Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что, слава богу, я ни разу не сидел в жюри конкурса без студенчества, но по опыту судейства вузовских конкурсов, на которые мы с оргкомитетом попадали, это очень сложное дело, потому что от судей зависит многое. И определить, кто был лучший в творческом номере, всегда очень сложно, потому что жанры очень разные. Просто судить песни, просто судить танцы, но когда это все вместе, судить очень-очень сложно. Ну и, конечно же, это много-много конкурсов, за которыми надо следить, надо сохранять свое внимание, надо выставить всем оценки. И поскольку ответственность большая, то жюри, я могу сказать, что жюри волнуется, жюри всегда старается выбрать самую достойную. Мы посмотрим, как у них получится это сделать 21 ноября. А 21 ноября прийти поболеть смогут ведь не только студенты вузов? Нет, конкурс открыт для любых людей, для граждан, для рязанцев, для гостей города. Если вы учитесь в УЗИ, то вам наблюдать за этим конкурсом, понятно, интереснее. Но поскольку мы готовим яркое шоу, таким шоу, нам кажется, сможет насладиться любой рязанец. Ну, давайте пригласим всех прийти. Друзья, 21 ноября в 9 часов вечера в Рязанской областной филармонии пройдет финал конкурса «Мисс Студенчество», на который мы ждем абсолютно всех. Приходите готовыми, приходите нарядными, приходите чуть пораньше. Будет интересно, будет информативно. Ждем всех, всех, всех. В гостях программы «Городские встречи» был директор конкурса «Мисс Студенчество» Рязанской области Юрий Киселев. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, Дина, за приглашение. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова